Старенький велосипед, который купил у друга, и нехитрый скарп, умещающийся в одной дорожной сумке. Все, что нужно для кругосветного путешествия. Фуми, так он всем представляется, 28 лет. На велопутешествие впервые решился год назад. За это время объездил Австралию, побывал в Камбодже, Индонезии, Сингапуре, Алматы, Астане и Таразе. В Шимкенте оказался волею случая. Наш дорогой Андрей Аблекимов, он ездил со своими друзьями на мотоциклах на Иссыкуль. И они его там встретили, когда он сидел и кушал в степи, один-одинешенник, и нас попросил его встретить. Вот наше велосообщество Шимкента. Мы организовались и быстренько его встретили, привезли сюда. То есть организовали ему это место, организовали поездку в Байжан-Сай. И в принципе история короткая, но очень интересная. В планах Фоми было погостить пару дней, а потом отправиться в Узбекистан. Но политика внесла свои коррективы. Из-за саммита граница закрыта до 26 июня. Впрочем, сам Фоми не расстраивается. С удовольствием колесит по Шимкенту, а вместе с членами клада съездил в Байжан-Сай. Байжан-Сай супер, еще хочу туда вернуться. К слову, отсутствие велодорожек в нашем городе Фоми совсем не смущает. Как он говорит, это не проблема. Во многих странах, особенно в Азии, нет велодорожек. Нет их в моем родном Токио. Шимкент Фоми понравился больше остальных городов Казахстана. По словам туриста, наш город очень уютный. А самое большое впечатление, которое у него осталось в Шимкенте – люди и еда. У вас потрясающие люди. Я не могу понять, почему они мне так помогают. Я рад, что здесь у меня появилось столько настоящих друзей. Такое не забывается. Ваша кухня мне тоже очень понравилась. Особенно лагман и шашлык. Из Шимкента Фоми отправится в Узбекистан. Оттуда в Туркменистан, Иран, Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию. Впрочем, он не ставит далеко идущих планов. Время покажет. В Японии, где его ждут мама и сестренка, он надеется побывать в следующем году. Ну а всем шимкентцам он передал следующее. Спасибо большое. Узбекистан Рахмет. Спасибо.